Всем доброго времени суток, друзья! Ну и сегодня такая темушка будет у нас, интересная весенняя. Ну а уж в каком времени года вы всё это смотрите, это другой вопрос. Всегда, когда вы нашли, любая тема расклада для вас актуальна. Значит, информация пришла тогда, когда вы должны были её услышать. Ну здесь вопрос такой. Какова интимная жизнь человека? Не в смысле какое-то просто интимное общение, а вот именно вопросы секса. Да, именно сексуальная жизнь, что происходит там, допустим, даже если есть партнёр, то как сам человек оценивает то, что у него происходит? Насколько удовлетворён данным процессом? И в перспективе будет ли что-то улучшаться, ухудшаться? Вы можете и себя загадывать, вы можете загадывать какого-то другого человека, который вас интересует. Может быть, кто-то бывших загадает, может быть, кто-то, допустим, супругов будет загадывать, потому что вполне бывает такое, что супруги даже в браке особо не говорят о том, что происходит у них в постели, и, соответственно, есть какое-то недопонимание. Поэтому вот здесь вот можно разобраться. То есть вы можете мужа или жену загадать для того, чтобы понимать, что у неё и как. Как вы поняли уже, у нас сегодня четыре позиции. Такие вот прямо они все горячие, красненькие фруктики у нас фигурки. Да и сами колоды тоже хороши. Четыре позиции. Первая, вторая, третья, четвёртая. Здесь, напоминаю, естественно, выбор позиции зависит от интуиции того, кто эту позицию выбирает. Ну и опять же, позиции только четыре. А разнообразие жизни и сексуальной в том числе, оно может быть гораздо больше. Поэтому, может быть, вы вообще, если у вас какие-то уникальные форматы, вы можете вообще не попасть в этот расклад информационно. То есть здесь наиболее четыре популярных направления, как я понимаю, будет рассказываться, как я предполагаю. Но есть ещё такой момент. Бывает такое, что что-то редкое карты показывают в общем раскладе, когда какому-то человеку конкретно вот это надо услышать. То есть бывает такое, что силы понимают, что определённому лицу нужна помощь, и её информативно эту помощь оказывают. Если вы на эту или другую тему хотите сделать индивидуальный расклад, получить индивидуальную консультацию, то есть узнать, что в личной жизни задуманного вами человека происходит, например, или на отношения, или как вас оценивает, в том числе в сексуальном плане и так далее. Проф. ориентации, вопросы трудоустройства, любые темы, которые у вас возникают. Я всегда говорю, что нет таких тем, которые я не смотрю. Почему? Потому что у людей жизнь состоит из многих частей. Это и сексуальная жизнь, и личные взаимоотношения, и финансовая её часть, и родственники, чего только нет. В диагностике магического негатива. Если у человека вопрос возник, значит тема важная, значит эта тема его интересует, и можно смотреть. Вообще не вижу никаких препятствий, в том числе и по вопросам здоровья, хотя можно сказать, ну вы же не врач. Я всегда говорю так, что да, я не врач, но имеющие уши, да, услышит то, что говорят карты. Причём карты очень часто показывают какие-то заболевания в их начальной стадии. И было очень часто такое, что люди, приходя на расклад, интуитивно понимают, что вроде бы что-то не так, а что не так, непонятно. Они проясняли, к какому специалисту им хотя бы идти, какую систему рассматривать. Так, на первую позицию у нас сегодня идёт малинка, ягодка-малинка. На вторую позицию клубничка несравненная. Ну вот так вот у нас получилось. Третья позиция помидор, сеньор помидор круглый. И четвёртая позиция жгучий перец. Вот так у нас расположились фигурки. Вы можете выбирать первая, вторая, третья, четвёртая по выкладке, по фигурке, по порядку открытия. Но это неважно. Главное, чтобы для вас информация была максимально правильной и полезной. И для тех, кто выбрал позицию номер. А давайте позицию номер перец. Посмотрим, насколько перчёная же здесь история. Ну здесь однозначно, либо человек влюблён, либо у женщины сейчас, когда вы это смотрите, если вы на себя смотрите, может быть момент овуляции, всплеска такого эмоционального. А если вы смотрите беременную женщину, то беременность в принципе к её сексуальной жизни, ну будем так говорить, косвенно относится, хотя относится, конечно. И мы не это сегодня рассматриваем, а именно жизнь. Ну кипит, бурлит, даже если сам с собой, то прямо вот на высшем уровне. Смотрите, какая история здесь. Здесь могут быть новые отношения, здесь может быть ситуация, когда вы либо возобновляете те отношения, которые когда-то были уже в вашей жизни, и они для вас по-новому свежи и актуальны. Но буду говорить для вас, а там неважно, кого вы уже загадали, вы уже примеряйте на того, кого загадали. Здесь жизнь бьёт ключом и не гаечным по голове, а вполне себе тузом жезлов по тому самому месту. И здесь можно говорить о том, что да, здесь у кого-то возвращаются люди из прошлого, с которыми завязываются отношения новые. И это новый какой-то пик страсти, это виток вот этого возбуждения, которое между двумя партнёрами присутствует. В любом случае здесь именно позиция новых отношений или называется в постели жену перевернул другой стороной, ну как заново женился. Вот здесь как раз-таки та история действительно, когда либо это, здесь очень много отсылочек к бывшим чувствам. Может быть расставались, может быть пауза какая-то была у людей во взаимоотношениях, но здесь вот прямо бурно всё это показывается на сегодняшний день. То есть интимная жизнь, возбуждение, оно присутствует, есть притяжение, есть вот именно страсти такие. Мысли самого человека о своей жизни. Ну вы знаете, человек может говорить о том, что да, это не серьёзно, но в то же время втайне надеяться на то, что это приведёт к серьёзным, хорошим результатам, и что это будет в дальнейшем, в том числе и семья. Может быть человеку больно в каком-то смысле, даже может быть история, когда физическая боль сопровождает данные мероприятия, но человек склонен пока что это отодвигать на второй план и особо не замечать этих вопросов. А так человек, да, ему что-то напоминает, либо отношения, которые напоминают именно прошлое, то, что было когда-то, называется ух ты, прям как вот там в 20 лет, и я вспомнил, и вот оно происходит. Так, есть ли у человека тайные связи? То есть вы можете сказать, слушайте, я загадала своего мужа, у нас там всё медленно, печально, спокойно, мы уже отработали всю программу, у нас расписано на ближайшие 15 лет вперёд, как у нас что и будет. Но вот тут закрадывается всегда вопрос, а есть ли у человека какие-то тайные связи, которые могут вызывать вот такое вот возбуждение? Если женщина, то у неё есть мужчина, мужчина знака земли или огненного знака, либо просто при деньгах такой человек, достаточно солидный, респектабельный, которого она особо не показывает, о котором она очень много не рассказывает. Если вы женщиной загадали своего мужчину, то здесь карта показывает, что нет, у человека нет каких-то левых связей, связей на стороне, помимо вас. Ну или кого вы там загадывали. Далее, удовлетворён ли человек вот этой ситуацией, тем процессом, который сейчас идёт в сексуальной жизни? Ну, вы знаете, здесь присутствует всё-таки самообман. Человек понимает, что, скорее всего, вот этот всплеск, да, он временный. и он не столько тайный, сколько сопряжён с не совсем честным, наверное, поведением, и не совсем честной оценкой того, что происходит сейчас. Человек может обманываться сам, может больше витать в облаках, чем это нужно. И плюс у кого-то здесь виртуальная история, когда человек виртуально, да, вот получает тоже какое-то удовлетворение и радость, и это заменяет ему на каком-то этапе. То есть, если вы чётко знаете, что человек в HP1, то значит, это какая-то новая фишка виртуального характера, которая его вот сейчас прямо на вот эту волну радости возносит. Давайте перспективы на месяца 4. Ну, смотрите, здесь всё абсолютно в норме у человека, скорее всего, будет в основном, это будет всё в ночное время. Но, смотрите, где-то по истечении 3-4 месяцев может быть кризис, причём вплоть до психосоматических расстройств, которые будут связываться именно с половыми, да, вот какими-то проявлениями. Поэтому здесь, ну, история хорошая, но всегда, как мы понимаем, когда есть вот такой всплеск глобальный, то после него всё равно наступает какой-то период затиши, а здесь возможен в ближайшие, ух ты, у нас как красиво получилось, но не будем прекращать расклад. Я считаю так, что если у нас всё складывается так, что нужно посмотреть, что-то показать, то нужно это делать. В общем, продолжаем, и, естественно, если вот такой всплеск есть, я повторюсь ещё раз, то он, естественно, при его завершении может вплоть до кризиса, какого-то разочарования дойти, и вот это вот есть здесь, здесь есть вероятность того, что человек вот этот вот самообман, он вдруг осознает, и очень стремительно, но шансы на продолжение стабилизации, вот какой-то ситуации в плане сексуальных отношений, он имеется. Для тех, кто выбрал позицию номер 2, а давайте клубничку нашу замечательную, как раз для неё тема. Ну, тут адын совсем адын, здесь может быть ситуация, когда у человека либо со здоровьем не очень хорошо сейчас на почве именно сексуально, или просто плохое самочувствие, поэтому не хочется ничего, и не до этого как будто бы. Либо ситуация, когда человек просто одинок, но здесь как-то вот рассматривать её дальше, особого смысла нет, потому что позиция очень ясная, и то, чего нет, обсуждать особо и не нужно. Хотя, вкратце рассмотрим давайте. Мысли самого человека, ну, здесь человек считает, я и сам могу сделать всё для того, чтобы чувствовать себя комфортно в этой ситуации. Ещё может быть, знаете, какое состояние, когда человек говорит, ой, ну я и сам не хочу, у меня есть другие какие-то моменты, я могу развиваться, я могу там каким-то своим делом заниматься, я могу учиться, и мне не до этого процесса, поэтому я сам и не хочу. А если я захочу, у меня всё будет. Вот такая вот здесь идёт позиция. Или человек просто очень чётко для себя ставит какие-то другие приоритеты сейчас. Даже если в паре люди, это может быть ситуация, когда они какое-то время, ну вот отдаляются, охлаждение есть именно в сексуальном плане, и они далеки друг от друга. В этом ключе. Давайте дальше посмотрим. Есть ли какие-то тайны? Ну, здесь не может. Нет, здесь нет никаких тайных связей, что подтверждает правильно с самой позиции. Ну, если у вас совсем не так, и вы себя загадали, у вас там насыщенная суперсексуальная жизнь, то просто перезагадайте, не свою позицию выбрали, значит. Удовлетворён ли человек этой ситуации? Ну, вы знаете, он может говорить всё, что угодно. Человек может отстаивать свою точку зрения. Он может говорить, что все вот там мыслят только ниже пояса, а он такой просветлённый, и ему не надо, и вообще есть куча других вопросов. Но на самом деле человек считает, что это ущербная для него ситуация, если покопаться в глубине души. Да, он, своё мнение, будет отстаивать по этому поводу, но на самом деле есть переживания, и для человека они достаточно тяжёлые. Давайте на 4 месяца перспективу. Ну, если мужчина, то, скорее всего, здесь вот так и будет, собственно, всё, как и было на сегодняшний день. И более того, если кто-то поставил на паузу семейные отношения, то этот человек уйдёт из семьи или из пары. Вот такой момент тоже может быть. А если женщина, то здесь наоборот, перспективы встречи мужчины или возвращения в семью мужчины, если он ушёл, например, а женщина осталась вот одна на какое-то время. Здесь такая. Для Галии, для какой-то это очень важно. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, сеньор помидор, не в рифму, зато правда, и кэп неочевидность. Третья позиция. Ну, здесь человек либо влюблён, либо просто у него вот по его собственному представлению, наверное, какие-то идеальные отношения. Здесь может быть период, когда ещё ходят, вот цветочно-букетный какой-то, держатся за ручку и шоркаются по углам. Но при всём при этом, человека этого одушевляет и вдохновляет. Временные встречи, это скорее всего не семья, либо это семья, когда кто-то уезжает работать на вахты, в том числе. И более того, форматы любовных треугольников. Одна задница и два стула, когда человек и там пытается, понравится, и здесь пытается, понравится. Ну, и не исключается, что и там, и здесь эта сексуальная жизнь присутствует. Но можно сказать так, здесь скорее всего люди уже отдают предпочтение на определённом этапе кому-то из сексуальных партнёров, потому что ложатся карты, которые показывают на то, что секс есть, сексуальная жизнь есть, но из двух возможных мест она в одном месте. То есть даже если это в браке какая-то измена или в устоявшихся отношениях, то на какое-то время этот человек перестаёт спать со своим основным партнёром. На какое-то время, да, там может придумывать какие-то причины, какие-то взаимные обиды могут быть, а зато где-то, вот прямо как 16 лет, за ручку по берегу реки будем бегать там по набережной, смотреть на чай, кушать мороженое одно на двоих и так далее. Романтик. Так, мысли человека. Ну, человек, кстати, у кого-то это очень чётко выдаёт романы на работе, тогда как другой партнёр ждёт дома, и вы знаете, это как в классических фильмах, когда ужин приготовили, свечи поставили, а кто-то не пришёл. Вот тут грусть, печаль, здесь определённый ступор. Но также я вам могу сказать, что тот человек, который сейчас, та попа, которая пытается усидеть на двух стульях, он понимает, что то, что для него сейчас является крыльями, которые его вдохновляют, это не долгосрочный проект. То есть здесь человек осознаёт, что да, надо посмотреть, время ещё раз ставить на свои места, что далеко не факт, что там что-то получится. Вот об этом идёт речь. Так, дальше давайте. Есть ли тайные связи? Ну, я думаю, что здесь даже особо, знаете, даже не столько тайная связь, сколько она даже может демонстративно бросаться в лицо, то есть в своей второй половине, даже говорить, а что, а ты что-то мне можешь другое предложить? А в чём проблема? То есть здесь человек даже может вести себя достаточно нарочито. Я не могу сказать, что это тайная какая-то связь, когда человек прям убегает, прячется. Нет, вторые отношения достаточно открыты, и может даже дело здесь идти к расставанию с одной стороны. Но и те отношения, они не совсем, да, вот идеальны. У человека есть опасения, что что-то тоже подходит к концу, и вот тот романтичный флёр, он тоже будет развеиваться. Я так чую, что здесь кто-то вообще хочет остаться свободным, но пока использует любые возможности для того, чтобы себе создать определённый комфорт. Так, удовлетворён ли человек этой ситуации? Ну, нет, не удовлетворён, потому что он понимает, что что-то однозначно будет разрушаться. Человек вообще считает, что надо подождать, что надо взвесить все за и против, что даже если что-то разрушить, чтобы ему дали потом второй какой-то шанс. При вот всей позитивности, да, изначально этой ситуации, в конце концов, мы вдруг обнаруживаем, что человек-то не удовлетворён, но его перспективы на 4 месяца, скорее всего, попытаться оставить и то, и другое. Здесь вот больше о мужчинах, да, или больше о женщинах, которые в браке, например, называется, что побегаю, но я хочу и там, и там. И я всё равно вернусь к жене, например, или вообще вернусь в семью, но при этом я буду рассматривать какие-то другие вариации для себя. Ну, смотрите, ну, это вот однолюб, но много б. Поэтому здесь история, с чего начали, тем и заканчиваем. Человек влюбчивый, человек постоянно, которого как флюгер качает то в одну, то в другую сторону. Ему кажется каждый раз, что вот это вот всё идеально, и оно так не получается. Поэтому и сам человек в итоге остаётся неудовлетворённым, несмотря на то, что красивая обёртка такая, вот на всём этом она существует. Ну, конечно, у нас позиция. Первое, второе, третье компот. Компот у нас малиновый сегодня. Ну, для кого-то здесь это реально свадьба, это жизнь в семье, это какая-то помолвка, это парные взаимоотношения, но в которых есть определённая червоточинка. То есть, здесь есть сексуальная жизнь, но она размерена. Это вот тот случай, когда, знаете, даже если состоялась свадьба, у молодожёнов не было первой брачной ночи, потому что у них были какие-то другие, более интересные дела. И тут тоже, вот несмотря на то, что есть отношения устоявшиеся, правильные, хорошие, всё равно тянет на сторону, всё равно куда-то глазки мелькают, крутятся и в пучок собираются. Мысли самого человека о сексуальной жизни. Ну, вот что-то новое, с новым человеком я начну заново. это новые браки, когда заключаются они с партнёрами, в том числе, моложе, да, или с какой-то вот новизной. Но у человека тщетные вот такие вот попытки чем-то новым загладить то, что он не смог сам реализовать в своей жизни. Поэтому здесь она есть, жизнь, но она неправильная, она какая-то нечистая, вот эта сексуальная жизнь, потому что всё время может даже, знаете, как декларироваться такой принцип, что, ну, если у нас не получится, ну, значит, найдём кого-то новых. Ну, мы и по-другому как-то можем всё это решить. Ты не одна такая, и я не один такой, да, вот. Если не ты, то кто-то другой. Хотя, вот, да, скорее всего, это брак, и достаточно свеженький такой брак, до одного, ну, максимум до четырёх лет от роду брак. Так, дальше давайте. Есть ли тут тайные связи? Ну, смотрите, здесь присутствует женщина, знака воды или воздуха, капризная, эмоциональная, может быть, она даже хочет ребёнка и давит в этом плане, или хочет решать какие-то проблемы, да, вот, которые ей близки, её каприз какой-то. Ситуация, когда, да, периодически есть тайные размышления, как минимум. То есть, тот партнёр, который есть, он не рассматривает второго, как идеального. Так, внешне, что это? Внешне, прям, может быть, семья, или там, конфетно-букетный период, идеальное отношение, но, 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 вот то, что об этом сказано, нельзя игнорировать. Так, могут быть даже тайные связи, на какое-то время прерванные, вот, но они будут возобновляться, видимо. Удовлетворён ли человек этой ситуацией? Да, сейчас человек удовлетворён, он на коне, это может быть некий самообман, это может быть ситуация, когда человек считает себя самым умным, он может даже, допустим, отбить партнёра своего нынешнего или партнёршу, партнёр, называем уже, да, у кого-то другого, и быть на коне в связи с этим, и говорить о том, что, ну, вот, предпочли меня, я классный, я сильный, я победил в этой ситуации, это моё достижение, и вот теперь у меня всё хорошо. На 4 месяца перспектива. Ну, смотрите, здесь опять всплывают какие-то старые друзья или новые друзья, эмоции, всплеск эмоций, опять какие-то тайные ситуации, когда человек может там по ночам сидеть, где-то переписываться с кем-то, это вот перспектива того, что, здесь мне уже всё ясно, здесь мне неинтересно, а вот там вот то, что я вижу, да, мне это более интересно, я пойду туда разнообразить себе что-то, при этом мы отсюда не уходим, да, и там пытаемся вроде как усидеть, но из всех позиций, пожалуй, вот это, она какая-то первая открытая, и это, они ближе к классическим, здесь больше ситуация, когда, да, если люди правильно будут размышлять и правильно себя вести, здесь могут отношения иметь хорошее продолжение, и сексуальная жизнь может явиться, да, вот такой уже, когда человек становится родным, а не просто новым каким-то, да, вот свежим, интересным, когда уже прорастают друг друга люди, как будто бы, и здесь есть эти перспективы, но есть и инфантильность одной из стороны, одной из сторон, ну, я вам так скажу, что там даже с двух сторон может быть история, когда мужчина, особенно если это мужчина знаководы или воздуха, старше 39 и 40, и женщина такая яркая, достаточно солнечная, вот может быть прическа, каре такая, без челки или с очень длинной челкой, у кого-то имя Татьяна, вот вплоть до того, что они могут расстаться из-за того, что вот эта инфантильность, она здесь как-то прорастает, все, ну и женщина, опять же у нас та, которая была в раскладе, она опять появляется, хотя здесь не гарантия, что люди расстанутся, здесь может быть и семья, главное, чтобы мозги включились вовремя, если для человека это реальный выход из той ситуации, которая сейчас есть, очень много инфантильности, но это можно преодолевать, можно так сказать, а я желаю всем удачи и благополучия, только идеальных с вашей точки зрения отношений в любом их смысле, для того, чтобы они приносили радость и не только пользу какую-то практическую, когда удобно вдвоем, но и пользу душевную, пользу эмоциональную, когда мы чувствуем состояние счастья, это самое главное. Всем удачи, благополучия, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok